Всем-всем привет, наши друзья, наши подписчики, зрители нашего канала, самые любимые зрители нашего канала. Итак, всех-всех-всех поздравляем с наступающим 2021 годом. Сегодня 30 число уже заканчивается, у кого-то оно уже закончилось. Почти все дела сделаны и, как говорится, можно завтра последние штрихи, да, 31? Ну, у нас день только начинается, и начинаю я всегда, как всегда, вместе с вами. Сейчас жду Лену, как всегда, откопала машину, присела в машину и думаю, что ты думаешь? Я почему-то думала, что у меня страховка по 30 число, открываю документы по 29. Блин, побежала за страховкой, вроде так никогда не останавливают, ну, крайне редко останавливают. Думаю, блин, ну, мало ли, сегодня 30 возьмут и остановят. Побежала за страховкой, дурная голова, ногам покоя не дает. Ну, тем не менее, мы уже в машине, вот сейчас Лена подойдет и поедем на работу. Ну, а потом с вами, как всегда, вместе проведем время. Не знаю сама, что еще будет, но, как всегда, оставайтесь с нами, поехали. Идем мы в Вашан. В Вашан идем, надеюсь, в последний раз в этом году, потому что нужно докупить фрукты, докупить коньяк, докупить торт. Торт самое главное, уже машина, смотрите, машина, 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 уже некуда встать. Сейчас, потом я вернусь еще на работу, нам надо в банк заехать. Пока еще нету коллапса такого среди машин. Ну, сами видите, поэтому сейчас, пока заедем, сейчас маску одену. Ну, мне кажется, в Вашане уже все, народу будет много. Ну, пойдемте тортик выберем. Я, конечно, за киевские, не знаю, но как там предпочтение. Мы с Юрой вообще все ядные. Пойдемте. Вот эти все кассы работают. Все кассы у нас уже заняты. Смотрите, сколько всех. Как мы все равно корзину возьмем. Смотрите, тортолетки уценили. Уже 49 рублей уже. Видите? Уцененные. Чтобы разбирали. Так, ладно. Берем хлеб, берем торт. Собираем торт. Торт 359. Вот такие бельгийские. Не, мы возьмем сейчас от Палыч, но от Палыч я не вижу завоз. Это что такое? 462. Так. Кстати, я люблю тоже вот такие ореховые. Подарочные называются. Бери малиновые. Мы уже как-то брали. Ну, Прага вообще на любителя. Ладно. Так, вино, смотрите. 164 уже. Шампанское. Дербент. Пойдемте дальше. Мне нужен для соуса кефир, огурец, укроп. Хоть мы идем и в гости, но все равно никто не отменял дома покушать. Ой, сколько народу, ребята. А здесь все прямо. Колбасу, чтоб не искать. В общем, я вам уже показывала. Ладно, пойду кефир возьму. Кефир 3,2. Вот 59 рублей. С новогодним домиком. Что не пойдет в соус, то мы и выпьем. Ажиотаж, друзья, это, конечно, в отделе овощи, фрукты. Это нереально. 49 рублей стоит укроп, салат. Цены хорошие на все. Адекватные. Народ вообще не успевает. Не успевает даже выкладывать. Вот это ажиотаж. Коробки. В общем, конечно. Это я вам показываю предновогоднюю атмосферу. Так, огурцы 129,49. Так, клавиша 121. А вы говорите, берите. Как на последний момент все оставлять? Тут и виноград уже не выберешь, мне кажется. И к весам не подойдешь. Так. Курма 229. Ну, а ананас берем, нет? В общем, самый-самый ажиотаж, как я вам сказала, он у нас фрукты. Мандарины 139,99. Ладно, мы пойдем сейчас выберем коньяк и будем выдвигаться, потому что нереально тут находиться. Очень много людей. Нам надо совсем немножко... Малиновый торт, но он тоже вкусный, мы как-то покупали. Я в шоке, ожидала, конечно, что людей будет много. Но что в таком количестве, честно, я не думала. Думала, все уже все купили, а все, видите, такие, как и мы приехали в последний день. Так, идем в... Вот, кстати, я заметила, чтобы в алкогольном отделе такого количества людей нет. Нет, потому что на последний день все оставляют оба шифрукты, потому что не ты пишешь. Ну, понятно. Смотрите, русский стандарт в Тубе. 699 рублей. Так, это алкоголь. Ладно, друзья. Все, будем мартини... Ух ты, мартини, смотрите. Мартини. 799 рублей уже идет, смотрите, создан для коктейлей. Прикольно, да? Мартини. И тебе уже, смотри. Классно, да? Смотри, Ленка, классно. Видела, придумали? Мартини уже с баночками. Видела, да. Смотри. Мы, кстати, в Зельгроссе были. В Зельгроссе не дороже эти наборы. Смотри, 800 рублей, да? Хорошая цена. Взять? Зачем? Ну, сам процесс. Ну, а кто у нас спит будет, Мартини? Ну, никто. Погай взять мной, где-то шестилетний. Вот этот хороший, понятно. Нет. Мы брали, вот этот бар. Да, нет, нет, нет. Ну, он, может, хороший, но я сейчас покажу, какой нужно взять. Старичина. Нет, пойдем здесь посмотрим. Здесь виски. Стаканов таких. Стаканов, так это трехлетний. Ну, что? А мне кажется, он не такой вкусный будет. А вот этот? Давай вот этот возьмем. А это виски? Ну, пусть виски надо. Да нет, Юра не любит виски. Сейчас выберем. Вот, смотри, Ной, если хочешь, со стаканами. Вот, Ной, семилетний-то. Нет, старейшина не надо. Нет, нет, иди сюда к старейшине. Хорошо, старейшина. Все, друзья, Лена побежала за кошачкой дальше, а мы выходим с Ашана, потому что, ну, нужно быстрее, быстрее выйти. Пока еще, пока еще не пришло большое количество людей. Ну, вероятно, вечером уже к закрытию людей будет совсем мало. Ну, там еще Юра хотел что-то докупить. Возможно, я с ним схожу. Возможно, нет. Но мне уже, честно, не очень хочется ходить по магазинам. Честно, уже надоело. Хочется заняться более существенными делами. А получается, что еда это основное, да, на Новый год. Так что, ладно, жду Лену. В общем, поехали дальше. Все, ребятушки, уже вечер у нас. Я не знаю, сколько там у кого, какое время. В общем, все дела переделаны, все сделано. Сейчас можно будет включить какой-нибудь хороший фильм, посмотреть. Иди к нам, иди. Иди сюда, присоединяйся. Давайте Юрочка позовем. Юра, все, у нас одна нога на бирже. В общем, никак не успокоиться. Иди, садись. Да, сегодня интересно. Сейчас ноутбук с собой забирает. Сейчас кувыртнешь его там. Нет, нет. Юра, тебе нужно, наверное, купить в Икеа столик, чтобы ты специально... Я не знаю, столик есть. Столик есть, в котором. Давай. Так, ребята, всем привет. Привет, посмотрите. Классно. Сегодня вечер. Вечер? Я говорю, иди, говорю. Наводи красоту. Слушай, ну так редко получается, что мы с тобой встретились. Это удивительно. Я вот не помню, этот уже такой вечер, что мы провели его вместе. Вместе и долго, да? Мы сегодня были. Три часа вместе или четыре. Я сегодня, кстати, приготовила очень вкусную форельку. Вашу Аня покупала на ужин. Тебе понравился ужин? Да, очень хорошо. Да, почаще так. Но это форель очень вкусная. Мне нравится, что Юра, что папа. Я позвонила папе. Папа говорит, я маме говорю, давай, что тебе помочь? Ага. Мама говорит, да ничего, говорит, ну если только яйца, говорит, почистим. И папа говорит, я же, говорит, чистил, помогал. Я говорю, вот это да, вот это ты, говорю, помощь. Да ты что, мы же сначала говорили, кто чье яйцо, значит, в детство тоже окунулись, кто чье яйцо разобьет, кто победит. Юра тоже сегодня целый день лежит на бирже, помогает, так сказать. Да, я вот хотел, кстати, вот у меня предложение такое к нашим подписчикам, нашим зрителям. Вы скажите, когда у вас день, говорите, когда у вас день рождения, если у вас... Накануне трансляции или как? Накануне, да, или в день трансляции, или накануне, то мы вас поздравим. То есть тебе понравилось, что вы сначала поздравляли, да, Раису? Да, и я думаю, ну что у нас, Раиса, она одна, что ли? У нас столько подписчиков, столько зрителей у нас, и как-то вот это, ну, думаю, мы это... И говорите, откуда вы, тогда просто интересно будет это как-то... Просто у нас в эфире пока не так много человек, ну, допустим, 800, да, человек вчера было в эфире. И, конечно, поздравить, пока, ну, нет никакого труда. Я хотела, знаете, что сейчас читаю комментарии, некоторые комментарии у меня просто до слез. Значит, я перед Новым годом, буквально, наверное, недели две назад, решила, как бы, провести амнистию и выпустить всех, всех пользователей... Всех неугодных ты хотела сказать. Да, которых я в течение года, значит, внесла в чёрный список. И, о, чудо, я-то думала, они там позабыли наш канал, ну, нет-нет, они сидели в засаде, активировались. Ну, такие интересные, весёлые комментарии, приятно читать их, и настроение действительно повышается, там, товарища Зеленограда мне понравился, который... Который мы все жжём. Мы это все, всем городом, ведь, надеялись. Всем городом. Не, ну, и, конечно, забавно. А как вот, ну, как бы, есть хейтеры, понятно, ну, чем больше у тебя подписчиков становится, тем больше у тебя, как бы, появляется хейтеров. Нас, Юра, ситуация, допустим, очень веселит, да? А как вот, ну, остальным подписчикам, которые смотрят нас очень давно, и которые читают такие взрослые комментарии? Ну, как вы... Да не, не взрослые, нормальные, весёлые комментарии, это очень классно. Пишите, пишите. Не, я надеюсь, вы же не обращаете внимание, как бы, не принимаете близко к сердцу. Ну, мне аж прямо, я вот сейчас вот так, ну, умываться ходила, ну, потому что, ну, прям до слёз. Классно, классно. Так, ну, и как ваши мужчины готовятся к Новому году? Юра, гой, иди, стригись. Когда ты пойдёшь, завтра? Ну, вот завтра у меня вроде как, вроде как намечается выходной. Я думаю, посвящу это дело пострижке. Ну, и хорошо, что вот вчера вечером я продал диван у отца. Короче, у себя всё, что можно, дома он уже продал, да? Нет, ну... Шутка. Зина Дмитриевна, это жена папы, решил продать диван. И, что самое интересное, диван ушёл на следующий, прям в этот же день, как и я разместил на авито. Да, это было очень удивительно. И вот, наконец-то, усвершилось. И с Калужской области приехала машина. С Калужской области. С Калужской области машина приехала. Представляете, люди едут с диваном, они видели только фотографии дивана, да, на авито, да, ты публиковал? Да, на диван. И они за роком внесли тысячу, чтобы... Что такое у тебя с мышкой? Это мышка барахли, да. Кстати, подожди, сейчас я с мысль сюда скачу. И они приехали с Калужской области в Зеленоград, это очень далеко. Ну, да, и забрали диван этот, вот, я помог им разобрать его, и вот они с большой радостью, конечно, этот диван взяли. Ну, все, короче, остались при своих интересах. Юра, мне написали в комментарии, чтобы я тебе беспроводную мышку купила, но у тебя уже две или три, по-моему. Мы уже как-то не пытаемся купить, и всё время... Юре не везёт с мышками вообще. Прям вот, что такое не везёт, как с этим бороться. И вот эта проблема с мышками, это какой-то ужас. Мне кажется, проблема всё-таки уже с ноутбуком. У тебя Samsung, уже старая версия, но лет десять точно, да, ему уже? Ну, мне устраивает, хороший ноутбук, очень довольный. Очень доволен Samsung, у меня, кстати, Asus тоже довольна, но вот у Юры, он, поэтому теперь у него мышка привязана со шнуром. Я теперь со шнурком, вот так вот, с проводной. Да, чем занимаетесь вы? Мы сейчас, вот, ну, Юра, наверное, пойдёт прогуляться, да, всё-таки? Ну, не знаю. Я сегодня, честно, жду Юру. Мы же совпали у нас сегодня с ним прямо выходные часы. И мама говорит, я буду готовить там, в общем. Ну, если честно, лень, да, неохота было, да, аж положа руку на сердце. Потом она говорит, ну, давай в семь часов, может быть, пойдём, ну, половина восьмого встретимся, Юра. Нет-нет, Юра мне шести, говорит, через двадцать минут идём. Двадцать минут, тут уже времени девятый час, и двадцать минут у нас никак не закончится. Да, засосала финансовая биржа. Ну, вот, жду-жду я падения. Хорошо, я не жду ни падения, ничего. Ну, тебе проще. Спасибо, столько хороших комментариев написали. Собак твоя всех очаровала. Ну, да, собак-то, она не может не очаровать, влюбляешься в неё. Я уже так тоже об этом думаю. О, видите, Юра об этом думает. Ну, она об этом думает, тоже я думаю, думаю, потому что я думаю, что как только она меня видит, то и радуется. Значит, помнит, ждёт, помнит и ждёт. Значит, надо уже завести себе собаку. Почему, говорят, животные, говорят, бывают преданнее людей? Нет, не такое есть выражение. Чем больше узнаёшь людей, тем больше нравятся собаки. Я сама тут, значит, кто там, ну, понятно, смотришь блогеров интересных, что-то ещё. Но я обожаю, вот лично я, каналы с животными. Мы когда ложимся спать, Юра в наушниках слушает свои передачи. Я вчера тоже не могу. Вот про котов, какие коты, что они там вытворяют, я не могу. Это у меня такое позитивное видео на ночь. Я насмотрю. И всё, я довольна и счастлива, я засыпаю быстренько. Сегодня были в Ашане, хотели купить Юра Киевский торт. Именно от Палыча. Там такой ажиотаж, я немножко вам показала Ашан. Лена тоже немножко. Но мы с Леной зашли. Мы были, конечно, очень удивлены. Ну, я видела много людей, конечно, в магазинах. Ну, чтобы сегодня, ну, неожиданно, конечно. Но хотя Лена говорит, что там неожиданного, все пошли за фруктами. Зелень действительно дешёвая. Лук дешёвый, укроп дешёвый. Мандарины недорогие. Как бы дешевле, чем на рынке. Но папа наш не пошёл в Ашан. Он пошёл, купил всё. В 16-е у нас рынок такой, ну, есть. Овощи-то, как сказать, продуктовые. И он там купил и виноград, говорит, ну, и что, дороже, говорит, зато, говорит, я в очереди стоять не буду. А в Ашане, и вот я хочу сказать по поводу тортика. И так мы не купили, Юра, ни киевский, никакой. Купили малиновый от Палыча. Ну, нравится нам от Палыча. Ну, что теперь? Ну, нам вообще с Юрой надо после 1 января вообще завязать с этими тортиками. Я хотела до Нового года выдержать. Не есть ни с радостью, ничего. Как только я об этом подумала, у меня такое ощущение, что я весь год с радостью не ела. Мне, по-моему, хочется, хочется. Сейчас сделала тарталетки, Лена, рецепт дала. Уже там сама, не знаю, ну, штуки 3 точно съела. Не, бывает так, что сладенького, конечно, хочется. Понимаешь, понятно, что это все вредно. Ну, что жизнь, она такая, все вредно. Кстати, Юра привез с Кимовской подарки, кто смотрел наше видео. И там были такие перчатки резиновые. И Юра, я говорю, Юра, это для чего? Ну, кто видел видео, ну, на дачу, Юра, ну, не знаю, все. Звонит Наталья, которая передала мне эти перчатки. Она говорит, Оксана, я же Юрий несколько раз объясняла. Ничего она не объясняла. Это, говорит, перчатки в баню ходить, скрабиться. То есть эти перчатки одевают рыбаки. Представляете, они такие толстые. Однажды я была в Кимовске, у Наташи еще баня была. Я помню, она мне чуть кожу, у нее такие же, только черные. Чуть кожу мне не сняла, понимаешь? Эти перчатки, они с шипами. Она перчатка многофункциональная. Так, ну что? Я кожу себе сниму. Ну, она вот для бани также и выполняет какие-то работы, где связано с этим. Нет, она мне сказала, это чисто-чисто для бани. Поэтому я ее тоже пригласила. Я говорю, приезжайте, поедем на каток. Вы видели, они все любят кататься, Юрины друзья. Ну, Юрины мои, они сначала были Юрины друзья, теперь это наши общие друзья. Все любят кататься на коньках. Я говорю, давайте, вы на ВДНХ обязаны. Не только на коньках, но вообще спортивные. И на лыжах тоже. Я вот, например, мне, например, лыжи не нравятся. И мне не нравятся. Они вот все лыжи очень любят. Тебе почему лыжи не нравятся? Объясни. Ну, потому что у меня с детства такая вот, я их как-то не очень люблю. И поэтому мне, ну, там некоторые люди увлекаются лыжами. Там и коньковый шаг всевозможный. И они с большим удовольствием катаются. Ну, я вот как-то нет. Я знаете, почему лыжи не люблю? Мы жили на севере Сахалина. И у нас очень рано начинались в классе лыжи. Естественно, их давали бесплатно. Мы шли в городской парк, значит, все их гурьбой нам выдавали эти лыжи. Кому ботинки не подходят. Потом, чем мы вот натирали такая штучка лыжи? Вот эти деревяшку. Мазью натирали. Потом, значит, бежишь. Мальчишки то тебя столкнут, то эти лыжи поломаешь. В общем, ну, не знаю, с тех пор. Ну, как, я могу поехать покататься в хорошей компании на лыжах. Но вот особой любви, конечно, у меня не осталось. Ну, это на любителя, на любителя лыжи. А хотя вот, ну, разговариваешь, да, там у меня, допустим, кто куда хочет. У меня поставщик у нас. Я говорю, какие планы на январские каникулы? А он мне говорит, говорит, Саша, он в Клинский район там живет. Он говорит, я мечтаю пойти на лыжах, налить в термосок чайку, взять с собой сушечек, рюкзачок и на два часа пойти на лыжах. Не, ну, хорошо, когда вот в лес уходишь, там какой-то костерок развел. Да, костерок разведем. Я говорю, так хочу, чтобы никто не дергал, понимаете? У каждого свои планы. У вас какие планы? Чем будете заниматься, наши дорогие зрители? Мы еще тоже не знаем, еще все думаем, думаем. Планов было много. Ну, сегодня мама тоже спрашивала, ну, как? Я говорю, мам, ну, все места, куда бы мы хотели поехать, везде как бы нет мест. Ну, не то, что вот, допустим, я еще уже повторюсь, Рязанскую область. Снижается. Снижается, заняты. Потом солнечные, тоже мест нет. Потом хотели на мир поехать, тоже мест нет. То есть люди активные. А тем более сейчас каникулы еще, да, продлили. Сейчас 18-го числа только школьникам школу. Поэтому я смотрю, путевки-то тоже дорожают. В общем, будем что-нибудь тут думать. Как говорится, завтра за большим столом соберемся, да, и будем думать. Ну, вот я думаю, что еще мы встретимся, наверное, на Новый год. Да, конечно. Что нас, мы будем, будем подводить итоги, как, и будем от вас ждать ваших комментариев, где вы напишите, расскажете, как год для вас прошедший. Что плохого, что хорошего. Что вы ждете от будущего года. Что ожидаете. Ну, вот интересно будет встретиться, подвести итоги. 31-го числа она первая. Я вообще хочу вам завтра, ну, когда мы будем, мне хочется еще показать вот эту канонаду. Вы не представляете, ну, кто живет в Москве, тот знает. А кто живет, допустим, ну, в маленьких городах, я не знаю, как у вас, сколько у нас денег выстреливается в небо. В новогоднюю ночь, я не знаю, как повлиял ли кризис в этом году. Потому что предыдущие года, это вот его канонада, салюты. Каких только нет, да, будет интересно посмотреть в этом году. То есть, можно судить по достатку у людей, потому как они столько денег красят на пиротехнику. Столько канонада уже не будет, как раньше было. Раньше было, вообще, все небо было озарено этими салютами, фейерверками. А сейчас, вот, последний год, это вообще было как-то вот очень скромно, очень скромно. Ну, я думаю, что и в этом году тоже самое будет. Ну, посмотрим, ладно. В любом случае, мы будем смотреть. Так что, дорогие наши друзья, еще раз вам всех поздравляем с наступающим. Все, уже хозяйки завершили. Какой раз уже поздравляешь? Уже всех. А еще, смотри. Каждый был все время. Не-не-не. Сейчас будем с наступающим. Потом с Новым годом. Всю неделю будем друг друга поздравлять. Потом с Рождеством. Правильно, наши дорогие? И чем больше мы друг друга поздравляем, тем больше у нас глаза светятся. Тем больше позитива, да? Тем больше позитива. В общем, так, немножко с вами сегодня поболтали. Спасибо вам за то, что уделили нам время. С Юрой никуда не пошли, потому что времени уже почти 9 часов вечера. Юра завтра обещал навести красоту. И за новогодним столом будет сидеть красивый. С прической красивый. Ну, у нас мужчина как? Встал, умылся уже красивый. Это мы там накручиваемся на бегудях, делаем какие-то маски. Мужчины у нас всегда красивые. Ладно, дорогие мои. Все, что-нибудь хочешь добавить? Я что? Нет-нет. Я вот сейчас вот, я весь в бирже сейчас. И мне просто интересно, что происходит сейчас на площадке. Что на площадке? Ну, ладненько, все. Пишите, как у вас настроение. Жду ваши комментарии. И, конечно же, увидимся завтра вновь. То ли перед самым Новым Годом, то ли в новогоднюю ночь. В общем, в любом случае мы с вами увидимся. Не, надо встречаться. Надо встречаться. Видите, как Юра. Юра сказал, надо встречаться. Да, и ждем от вас, у кого день рождения. И именинников, да. Именинники мы теперь будем поздравлять. Да. А еще завтра будет вдвойне праздник. У кого завтра 31 день рождения. Вот это вообще замечательный день рождения и Новый Год. Мне кажется, вообще чудесно. Ладно, все, дорогие друзья, не буду вас утомлять. Все, целую. До новых встреч. До завтра. До завтра. Мы с вами. Пока. Пока-пока.